А вот. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Ну, в общем, всё. Я думаю, скотча достаточно. Сейчас я немножко переставлю камеру быстренько и будем зафикачивать туда пластилин. Продолжение следует... 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 Я вот такими резкими движениями туда набрасываю, а потом размазываю просто слой он немножечко как бы прилипает схватывается ну все равно будут раковины и воздух будет там и всякие эти дырки но в целом нормально заполнится будет нормально Субтитры добавил DimaTorzok 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 Я сейчас поднимаю из центра как бы краям вот так размазываю все это Он такой уже немножко Подзагустел там Но намазывается отлично просто Ну короче просто формируем слой Более менее какой-то такой Чем больше тем лучше По идее можно же как бы Даже не обязательно на голову манекена Это одевать Можно просто поставить какую-то Там не знаю доску перекрестие Какой-нибудь Ну в общем чтобы был стержень А потом его закрепить на дощечку И это будет как бы На подставке голова такая Вот Пластилин гамма обычный Это кстати в описании написано В тексте под видео Вот так вот Вот так вот вот но он в принципе держится нормально не раскисает немножечко попробую добавить так вот 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 здесь вот рога очень много занимают как бы большой объем пластилина идет врага и ну как желательно чтобы они были заполнены полностью туда сейчас много приходится нафигачивать но я не буду застывать еще долго вот что а 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 Продолжение следует... Армирование, слушай, ну нет, здесь не будет, здесь не надо. Здесь такие рога, что и так выдержат. Но можно вот такой вот проволочке поставить, обычной какой-нибудь. Вот, этого достаточно будет. Можно какой-нибудь вот такой вот ножичек поставить туда. Этого тоже будет достаточно. Ну, я обычно... вот в таких... вот это всё, оно как бы... Посмотри, какие они массивные, вот здесь вот. У основания они толще моей руки, поэтому тут не надо вообще ничего. Посмотри, какие они массивные, вот здесь вот. У основания они толще моей руки, поэтому тут не надо вообще ничего. Так. У меня вот эти не прольются, но все равно шлем надо уменьшать будет, и я все равно это буду срезать, поэтому вот эти штучки я не буду проливать, я так немножко затолкаю туда. Так. Так. Вот здесь где-то сейчас сантиметровый слой, и то не везде. Кое-где его вообще еще нету, вот здесь особенно, там снизу, но в целом примерно сантиметр. Вот. Нужно хотя бы три сантиметра нарастить, поэтому мне, наверное, не хватит этого количества сейчас. Сейчас он такой вот, типа как шпаклевка, его легко очень намазывать. Поэтому я его снизу поднимаю, и вот во все стороны как бы он очень хорошо приклеивается сейчас, и держится главное, не стекает никуда. Вот. Вот. Примерно такое что-то. Ну и там выравниваю, как бы с усилием прижимаю ко всем этим граням, чтобы они там пропечатались хорошо. Вот. По ощущениям здесь вот примерно вот так вот заполнилось, но этого достаточно вполне. Не знаю. То есть он как бы... Вот. 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 Продолжение следует... В общем, первый слой есть, я думаю, что у меня тут еще половинка осталась, но он слишком жидкий. Я сюда сейчас добавлю твердый пластилин, он там немножко перемешается и будет такая шпаклевочка. Потому что сейчас вот надо дать этому всему остыть немножко, он такой... Ну, видите, он как бы не меняет форму, в принципе, его не покоробило, он хорошо держится. Вот. Ну, может быть, немножко как бы вот макушка вдавилась. Потому что он вниз давит, стенки как бы давят вниз, получается немножко дно вот это, оно, скорее всего, приплюснулось. Но потом я его разглажу, когда пластилин будет уже такой, чтобы его можно было руками трогать. Вот. Я его немножечко так подправлю наверх. То есть, когда я переверну все это... Здесь у меня кусок пластилина вот такой вот. Вот. И сейчас я буду от него отрывать кусочки и добавлять вот сюда. Ну, он немножко посветлее, правда. Вот. Привет, привет! Сейчас там всё это нагреется, перемешается и будет такая, типа шпаклёвочки, средненькая штучка. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Нет, в гипс не буду, сразу в пластик. Гипс тут как бы большой он, зачем его? Вот так вот. Уже, кстати, почти растворились вот эти кусочки, которые я туда побросал. Сейчас ещё немножко подождём и вот эта штука, она должна немножко подзагустеть. Когда я добавил туда холодный пластилин, свежий. Сейчас это всё перемешается. Оно так будет погуще, чтобы это намазывалось. Сейчас пока оно не намазывается. Слушай, да, вот этот как бы он немножко посветлее. Это тоже вареный пластилин как бы с двух цветов, с телесного и тёмного. Вот. То есть здесь такая смесь там типа две части или три части телесного на одну часть тёмного, зелёненького вот этот. Этот, кстати, тоже, это тоже не чистый вот этот вот тёмный пластилин. У меня его даже нет. Я их всегда смешиваю, чтобы он был посветлее. То есть мне не нравится телесный, мне не нравится этот тёмный. Он, кстати, бывает тёмно-серый и тёмно-зелёный. Я их смешиваю обычно и так по-среднему как бы. Но это всё гамма, всё вот одно и то же. Вот так вот. Шавант он, по-моему, не зелёный, по-моему, он серенький всё-таки, мне кажется. Он более нейтрально-серый. Это вот наши любят делать какие-то зелёные оттенки там непонятные. Добавлю ещё кусок. Здесь, кстати, уже можно руками подправить. Но вот он вот так сейчас. Он горячий, конечно. Но его можно уже… То есть он сейчас прилипает к рукам и его можно так вот как бы поровнее просто намазать, чтобы там было как можно меньше пустоты вот этой вот… Ну, вообще, он очень горячий ещё, конечно. Ну, конечно. Ну, в целом слой такой уже более-менее ровненький. Сейчас следующий слой будет вообще отлично туда ложиться, потому что все вот эти рельефы, они уже закрылись и там, ну, такое ровное пространство. Вот он чуть подсыхает и начинает от рук отваливаться нормально. Вот он. И вот он. Субтитры сделал DimaTorzok В рогах очень большой объем пластилина и он там вообще горяченный То есть вот здесь вот он даже жидкий практически Вот, но руками надо промазывать, как бы смотреть, чтобы не получить ожог Потому что вот эту массу так быстро с рук не счистить Она очень горячая Вот видите, пальцы начинают краснеть Такие Можно как бы... Ну надо чувствовать, то есть Видите, вот сейчас она застывает и очень легко уже снимается Вот Я сейчас максимально стараюсь промазать все рельефы, которые тут есть Чтобы у меня внутри была такая ровненькая поверхность сейчас Но она, в принципе, практически уже ровная Но пришлось большую часть пластилина вытащить из рогов Чтобы ее намазать просто И сейчас я буду туда-обратно запихивать вот этот более густой Вот, но это нормально То есть, когда вы вот так вот пластилин размазываете Он как бы... Ну, его надо распределять равномерно, естественно То есть в рогах у меня сейчас полость Но, в принципе, туда можно положить какую-нибудь дату армирования Да, вот если ты спрашиваешь Вот сейчас как бы самая тема Он вот такой вот, видишь Как тесто Пластилин И в него можно вставить какие-нибудь штречки Спокойно И потом дальше намазывать Будет хорошо держаться Вот Когда он высыхает Ну, в смысле, остывает Он с рук хорошо скатывается Вот практически Как бы почти все чисто Поэтому В любом случае он вот Как бы вот А потом он нормально снимается Кажется, что он прилип Но Стоит чуть-чуть подождать И он Отваливается Нормально Так, я сейчас проверю вот это вот Ну, там не очень, на самом деле Не очень-то он растворился Вот особенно Верхний кусочек, который я после добавлял А остальное нормально растворилось И все равно Вот он Видите какой Он очень жидкий То есть там Горяченная просто масса Вот Главное не засирать вот эту сторону Потому что Когда вы потом будете это использовать Вот эту кастрюльку Вот Все это может вниз Начать капать Как бы это нехорошо Будет грязно везде И Вонище От горевого пластилина Это, конечно, неприятно Поэтому нужно так Стараться аккуратненько Вот это все Делать Это очень был горячий пластилин, конечно Прям очень-очень горячий Несмотря на то, что я его снял С Вот С кромки Вот с этой вот То есть там температура Я даже не представляю какая Хочется, конечно, еще туда сейчас добавить Но Не знаю Посмотрим Просто На самом деле Как бы мне так Жестко не хватит То есть мне нужно будет еще, наверное Еще килограмм шесть Варить Вот И Ну Это я могу сделать уже Как бы без стрима Потому что Во-первых, времени много Во-вторых, это еще займет дофига Вот Но принцип все равно понятный Как бы Тут на самом деле Это и так понятно было Вот Но бумагу 300 грамм Ее не ведет нормально Она как бы Держится абсолютно нормально Вот 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 Продолжение следует... Ну, короче, первые пуски полностью растворились, а вот верхний такой еще немножко вязкий. То есть он режется уже, но еще не размешивается. Ну и вот эта жижа уже заметно загустела, конечно. Сейчас уже можно будет намазывать все это потихонечку. Вот так вот. Вот так вот. В принципе, начинаю намазывать потихоньку, он будет застывать. И потом я также буду руками просто это подправлять. Тут как бы на сколько хватит вот этого материала. Вот так вот. Вот он сейчас гуще и как бы масса набирается больше, конечно, быстрее. Вот так вот. Вот так вот. Ну, вот два часа ночи у нас. А кто из каких городов смотрит сейчас? Напишите интересно, кого сколько времени? О, смоленск. О, смоленск. Привет, смоленск. Никак. Никогда, кстати, не был там. Мы все хотели по России поездить. Вот, блин. Надеюсь, получится как-то собраться с мыслями по городам. Ну, вообще была идея. Ну, вообще была идея. Петрозаводск тоже. Ну да, Петрозаводск. Понятно, что там тоже самое время у нас. Вот. Это рядом с Питером. По-моему, Карелия, да? Петрозаводск, по-моему, это Карелия. Вот. Псков. Во Пскове я был, но мало. Чисто как турист, так проездом. Ну, там меньше, чем на полдня. Вот. Псков вроде достаточно атмосферный городишко. Маленький. Я еще был в Печорах. Мы там, короче, ехали на велосипеде из Пскова в Печоры. Или наоборот. Там что-то около 100 километров получилось. Был такой трип у нас. Вот. У нас там даже... Ну, там была большая группа людей, короче. Нас там даже в местных новостях показывали. Это было давно, правда, уже. Ну, больше, чем лет пять назад. А вообще, да, спасибо, что смотрите. Ну, как бы, разные города, так это здорово. Вот. А была идея поездить именно, как бы, с темой, вот, ну, сделать какие-то сходки людей, которые увлечены, там, косплеем, крафтом, масками. Вот. Ну, в разных городах. То есть, как бы, я езжу, и там, мы собираемся. Как-то так. Вот. Но, пока я не смог это организовать, все. Я надеюсь, что... Ну, это просто требует времени, чтобы все согласовать, и... Вот. На тот момент, когда я хотел это сделать, как бы, идея-то возникла, но времени на нее совершенно не было. Вот. Но я думаю, что мы это реализуем. Потому что многие люди живут в совершенно разных городах. Там, как бы, Питер, Москва, это понятно, но есть гораздо более удаленные всякие места, поэтому... Было бы очень интересно поездить. Ну, а не просто поездить, да, а, как бы, еще с целью пообщаться. Поделиться опытом. Вот. Ну, вот, да, видишь, как бы, бывает, что... В том городе, в котором ты живешь, как бы, люди, мягко говоря, ну, не тем увлечены. И тебе сложнее развиваться. Ну, есть другое мнение, что, наоборот, тебе проще развиваться, потому что у тебя нет конкуренции. То есть, ну, тебе сложнее, как бы, прогрессировать, да, но если ты будешь показывать хороший результат, у тебя не будет конкурентов. Вот это большой плюс маленьких городов или каких-то, там, не знаю, промышленных городов, да, но где люди реально, там, работают в основном, да, и, там, у них немножко другая сфера интересов. Вот. Ну, я вот хочу обо всем об этом пообщаться, но желательно вживую, вот, когда-нибудь, я думаю, это получится. Наконец соберемся, вот, то есть... Не хочу загадывать, но, как бы, идея жива, поэтому попробуем. Попробуем. Вот эта масса, которая там у меня в этом бидоне, она уже такая прям отлично, ну, не совсем еще жидковата местами, но в целом она очень уже хорошо намазывается. Вот такой вот, руками лучше не трогать, но вот намазывать нормально. Вот. Просто шпатель маленький, я что-то схватил этот шпатель, но он, для вот этого шлема он маловат. Маски им намазывать нормально, а вот здесь, конечно, получается так. То есть, потом мне надо руками подправлять будет. То есть, здесь я уже намазывал, а вот рога, я там вытаскивал материал, и, ну, уже меньше. Там мне не достать, я сейчас буду еще, как бы, также руками разравнивать все это. Пока что приходится больше стенки мазать, боковушки вот эти вот. Угу, мы очень просто просили их, как люди, которые они там, которые мне Las工 и Дальше. Угу. 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 У нас осталось Самых стойких 4 человека Но это нормально Сейчас просто такой прям ночной стрим Это Ну просто чтобы это все застывало Мне иначе Если я буду это делать днем Соответственно еще дольше ждать Потом придется Вот так я это сейчас могу Выставить на балкон На холод И он быстрее засохнет Ну образ вот Диэдрический доспех Да это как бы фулл сет будет Сейчас Сейчас шлем готов И будет вот Видишь у меня там сверху Вот написано Вот здесь Следующий Как бы Проект это Диэдрический торс То есть там будет и торс И Перчатки Наручи По ножи Оружие Все Вот это будет Целый вообще Образ Такой У меня У меня под это Манекен уже стоит Вот он Вот А А вот шлем Ну то есть это будет Да как бы Вот В течение этого года Это будет проект Вот этот Ну стримы конечно Как бы То есть Все это Это все увидят Прям вот В течение этого года Сделаю потихонечку Ну вы даже не представляете Как сейчас здесь жарко Потому что Все такое горячее Просто кошмар Я весь мокрый Самое главное Что Видите Он не раскис Он держится За счет того Что я его скотчем Перемотал По всякому Он очень хорошо держится Но Вес у него уже Такой нормальный Тут уже килограмм Пять наверное Ну я сейчас дома У меня вот В гараже Холодно было Но уже Скоро Поеду в гараж Пока что дома Вот У меня временно там Угол Как бы Отведен Под это Вот мне сейчас Придется Врага Вот такие вот Кусочки Скатать И Затолкать Туда Потому что Это Жидковат Вот И я прям Вот так Сейчас Туда Поставлю их И Немножко Сверху Еще Докину Как бы Ну здесь Это не столь важно Потому что В рогах Все равно Там будут Полости Какие то И Я их восстановлю Уже Как бы По ходу Лепки Конечно Сейчас Так Просто Быстро Набрать Массу Как бы Так Продолжение следует... 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 Но он на удивление Сейчас вот как бы так Не очень горячий, терпимый Ага, спасибо, спасибо Ну ты просто заходи к нам Я правда не каждый день стримлю Короче, вот Спасибо за общение В любом случае Вот, тебе лайк Ты можешь подписаться там Ну, в смысле как Добавиться в нашу группу И вот там внизу под видео есть вся эта фигня Вот Я просто в группе вывешиваю анонс Как бы стримов Поэтому А сегодня стрим поздный И такой, ночной Обычно-то я днем, конечно, работаю Тут просто так Получилось Вот Так что заходи Ну вот сейчас очень хорошая масса Прям такая, как Приятно Вот эта шпаклевка такая Видите, она абсолютно не горячая И Сразу набираю массу Похоже на глину, наверное На такую вот Слишком сильно Размоченную Здорово, здорово Шлем делаю Из Дестине Вот Скоро будет красота Спасибо за субтитры Алексею DimaTorzok Продолжение следует... Наварина, я не знаю, наварина. Здесь вебка просто, и она немножко голос искажает. А когда я с микрофона говорю, у меня тогда лучше. Продолжение следует... Вот уже такой нормальный слой. Короче, сантиметра два, наверное, есть. Но этого не хватит. Я рассчитал, что нужно хотя бы... Вот, кстати, кусочек проволоки попался. Это с предыдущего шлема кусочек армирования. В общем, короче, надо сантиметров пять слой с каждой стороны. Так что мне сейчас придется еще пластилина подготовить. Ну, как раз хорошо, потому что вот это немножко застынет. А следующие слои я не буду так прямо разогревать до, как бы, совсем воды. Ну, так вот, до такой... Сметанообразную. Нагрею. И быстренько намажу. Здесь пластилин двух цветов уже видно. Как бы, старый и новый. Вот, кстати, вебка не очень фокусируется вблизи. Сметанообразную. Сметанообразную. Идем. Идем. Продолжение следует... 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 Потом... Будем... Короче... Снимать эту бумагу... Но это уже там... Не знаю... Не завтра... В следующий раз... А может завтра... Вот... И... Дальше... Там... Короче... Он большого размера получился... Но я не стал переделывать... Я буду в пластилине срезать... Это просто лишнее... И все... Ну... Там все равно выравнивать... И... Грани... Грани вот эти вот... Вот... Заодно все это срежется... И... Там будет нормально... Там... Я померяю просто... Все размеры... Ширину в основном... Вот... И... Короче... Я думаю... За один стрим... Мы это сделаем... Как бы... К... Правильному размеру... Я его приведу... Вот... Поэтому... Все... На сегодня хватит... Всем пока... А то уже... Короче... Почти три часа... Надо спать...